Мысли веры. 20 декабря. Истинное покаяние. Слышу Ефрема Плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей. Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 18 по 19 стих. В наши дни среди верующих редко встречается должное покаяние. Да, покаяние – это дар благодати, но так же, как дар спасения, он призывает нас к действию. Ефрем возвал «Обрати меня, и обращусь». Затем, после того, как он был обращен, пришло покаяние и готовность к наставлению. Ездра так говорил о покаянии. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Он сокрушался, я даже смотреть на Тебя не решаюсь». Покаяние – это выражение в реальности того, что Бог вложил в нас действием Святого Духа и Благой Вести через процесс, который мы называем откликом, отдачей, рикошетом. Суть этого процесса заключается в повороте от греховного образа жизни к живому Богу. «Одна семья написала нам замечательное письмо, благодаря нас, запосланных в их район благовестников. В нашей семье пять человек, и мы просто не можем передать словами, что означало для нас посещение нашего дома вашими служителями». Далее женщина, написавшая письмо, продолжала. «Мы дрались, мы пили, мы орали друг на друга, наши дети были неуправляемы. И вот все мы, как один, отправились в вашу церковь, и все мы, как один, получили спасение. Последние пять месяцев счастливее нашей семьи не найти. Это и есть истинное покаяние». Карл Стивенс